Кривая заболеваемости коронавирусом снова пошла вверх, и этот подъем, по мнению специалистов, был вполне предсказуемым. Какой штамм коронавируса получил распространение в нынешнюю шестую волну, и нужно ли вакцинироваться сейчас? На эти вопросы отвечает врач-терапевт высшей категории Татьяна Колосова. Она возглавляет Центр здоровья Щелковской городской больницы, который ориентирован на оказание медпомощи тем, кто следит за своим здоровьем. Шестая волна в самом разгаре. Первые случаи новых штаммов коронавируса у нас зарегистрированы в последнюю десятидневку июля, и сейчас она в самом разгаре. На сегодняшний день по Московской области уже установлено болеющих, то есть людей в активной фазе коронавируса, 21 с лишним тысяча. Госпитализации, конечно, в эту волну пока, к счастью, немного. Около 200 человек госпитализированы по Московской области. Это примерно 1%. И тем не менее, по-прежнему есть и тяжелое течение коронавируса. По мнению Татьяны Колосовой, новые штаммы нельзя недооценивать. Несмотря на то, что большинство людей их переносит легко, те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и тромбофилией, могут переболеть в тяжелой форме. Новые штаммы Дельта-Крон – это такой гибрид Дельты и Омикрона. И штамм Кентавр характеризуется большей заразностью, гораздо большей заразностью, чем предыдущие штаммы. Очень часто дает боли в животе, острые боли в животе, диарею, поносы. Поэтому необходимо большое количество жидкости любому пациенту. Обязательно обращаться в медицинское учреждение для проведения анализа. Показаться врачу нужно и тем, у кого продолжительное время держится температура выше 37 градусов. И тем, и другим следует соблюдать режим самоизоляции, носить маску в общественных местах и придерживаться строго гигиены рук. Самый эффективный способ сохранить стойкий иммунитет – пройти вакцинацию. – Вакцинация необходима. Значит, конечно, уровень вакцинированности взрослого населения в Российской Федерации, в частности в Московской области, 70%. Но для надежной защиты надо 95%. Поэтому ревакцинация, ну и для кого-то и первичная вакцинация не утратили своей актуальности. На сегодняшний день вакцины достаточно во всех медицинских учреждениях. Медицинские работники знают схему ревакцинации. Людям с хроническими заболеваниями, в частности с сахарным диабетом, с ишемической болезнью сердца, лучше провести полный курс, то есть из двух инъекций. Людям без хронических заболеваний достаточно пройти ревакцинацию одним из компонентов спутника. А тем, кто вакцинировался «Лайтом», Татьяна Колосова рекомендует ревакцинироваться вторым компонентом спутника ВИП. Пункты вакцинации ежедневно работают в поликлиниках, по записи, через госуслуги. В среду сделать прививку можно в МФЦ на Свирской, а в воскресенье – в гипермаркете «Глобус» или музыкальной гостиной Центрального дворца культуры. Но уже в порядке живой очереди. Продолжение следует...